Доброе утро! Варварка у нас ушла в школу. Аленушка собирается сегодня ко второму уроку. А я себе сделала завтрак. У меня сегодня такой завтрак интересный. Смотрите. Два хлебца, два яйца, четыре помидорки. И я хочу десерт, но он уже как дополнение идет. Я его посчитала, у меня прикол. Про колораж сейчас расскажу. В общем, я посчитала, сколько съем, столько съем. Я стала прислушиваться. Если я наелась, то я могу вообще его даже и не есть. Потому что тоже готовила салат. Тот раз показывала вам. И получился у меня этот салат на два раза, на два дня. Разные приемы пищи. Я его посчитала в один. Так что все-таки стараюсь сейчас больше. Если я наелась, то в принципе зачем мне сладкое. Как я вчера вот тоже сидела, так его хотела. Нужно было, как мне Варя говорит, нужно было с него начинать. Вот такие вот дела. Никучка сидит попрошайничать, да? А я буду завтракать часа. Алена тоже выйдет позавтракать. И я на работу, Анна в школу. И вот это вот жесть. Я так жду сегодняшней тренировки. Я что-то не знаю. Я прям так хочу на тренировку. Прям уже это, второй день. Думаю, как мне надо потренироваться, что мне нужно сделать. У нас сегодня ножки будут. День ног. Ладно, всем прекрасного дня. А мне приятного аппетита. Кто кушает, так тоже. Вернулась домой. Уже еще не переодевалась даже, не мылась. Закинула, жарится. Тевтельки поставила и картошечку. Пускай все это запекается. И пока я буду мыться. Все. Мыться и уже потом. Надеюсь, все будет готово. Очень хочется кушать. Варварка, кстати, дома у меня. Вернулась сегодня раньше меня. Там чем-то занята чем-то. А, она здесь. С подружкой там играют они. Не кушечка, да? Здравствуйте, скажи. Да, туди. Я тоже дома. Всегда вас жду и всегда дома, да? Всегда дома. Что такое у тебя белое? Что такое на бороде? Господи, думаю, что у нее белое? Посидела собачка. И она умылась. Картошки еще долго готовятся. Хочется очень кушать. Так вкусно пахнет чесночком, приправками. У меня закончилась, кстати, мои итальянские травы. Нужно купить последние с этого. Сегодня написали, что у Варварки учительница заболела. И, в общем, пойду я одна на тренировку. А я тренировку не хочу пропустить. Потому что я прям, не знаю, я прям хочу эту тренировку. У меня сегодня еще ножки мои любименькие. Так что я на ноги вообще люблю тренировку. Я на руки не люблю. У меня руки слабенькие. Но последняя тренировка на руки. Мне очень понравилась. Я прям прочувствовала каждую мышцу. Вот сегодня я хочу позаниматься так, чтобы у меня прям не ноги, а вот именно ягодицы прям прочувствовать. Максимально мне надо сегодня вот. Поэтому, поэтому хочу такую я бешечку провернуть. О, когда же она пожарится? Духовка еще плохо работает. Я себе присмотрела этот. Хочу все. Аэрогриль. Я его давно-давно, конечно, присмотрела. Ник, я тебя не возьму. Но пока что, пока шток присматриваю. Хочу его. Духовка то, знаете, хорошо работает. Она хорошо работает вверх-вниз. Прям раскаляются вот эти. Тены, они прям красные. Вот я сейчас вверх включила. Она поджарится. Я, может, маленько помешаю картофель. Посмотрим сейчас, как будет. Мне хочется, чтобы она прям... Картофель получился такой хрустященький. Но! Учитывая, какой слой я положила картофель. Я не думаю, что у меня так получится. Не знаю, посмотрю. Я его буду мешать. Да хватит проситься. Вот она аж прям лезет. Вот она прям просится. А она начисала себе опять болячек. Эта жопка рыженькая. И я ей с утра приятовала зеленкой. Зеленка ее прожгла. И вот я боюсь, что она может что-то замарать. Где? А, она на ручке просится. Ну, я шваденька. Моя бусечка. А еще мы очень ждем с Аленкой. Вчера говорили про это. Заказали батончики и заказали... Что мы еще заказали? Заказали печенье протеиновое, без сахара. Там еще понаходили всяких вкусняшек. Хотим прям закупить всяких вкусняшек, без сахара. Чтобы на случай, когда хочется очень чего-то сладкого, чтобы не сахарное брать и есть, а вот какое-нибудь полезное печенье. В печеньках, кстати, мало калорий. Они... У меня вообще... Не знаю, какой это фирма, которую мы заказали. Я потом все покажу. Но, которые мы брали... Что мы брали? А, я даже не помню, чьи мы брали. Ну, не суть. Они были очень вкусные. И те, которые я вам показывала, были очень вкусные. Так что, надеюсь, эти тоже будут прикольные. Там даже есть наподобие Буэна. Только у всех проблема, что, типа, вафля прилипает очень к небу. Я вчера по отзывам там начиталась. Там есть и шоколад без сахара. Вот, и хочу шоколадку взять без сахара. Прямо, чтобы она была. Вот, всяких таких вкусняшечек. Иногда хочется. Ну, допустим, мы с ней съедаем батончик пополам. Ну, нормально. Обед с чайком. Вечером не хочется. Пересталось, если честно. Сладкого, прямо сладкого не хочется. А вот чего-нибудь вкусненького, вот это уже другой вопрос. Такого. Потому что соотношение, допустим, порции ты когда вот делаешь, взвешивать, начинаешь. И у тебя по колоражу, допустим, у тебя целая тарелка будет там салат, котлета и гарнир какой-то, тот же кускус. Выйдет по колоражу столько же, сколько ты съешь там пол шоколадки. Ну, и смысл в чем? Смысла вообще нет никакого. Проще поесть. Ну, там, наверное, не из котлеты, а, наверное, с курицей отварной. Тогда колораж будет совпадать. Ну, смысл есть пол шоколадки, если ты можешь съесть полноценную порцию на это. Так что, вот, когда считаешь, уже обращаешь на это внимание. Как вкусно пахнет чесноком выше. У меня желудок уже там... Покорми меня, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Смотрите, это она просилась. Вот я сижу. И вот она. Все. Лежит. Готовенькая. Для этого она и просилась. Саняц-то мы дождались. Время, блин, прошло. Картошка готовилась. Это капец, конечно. Час двадцать. Даже кого? Час сорок. Картошка готовилась уже. А я сегодня не делала танцы. Аленушка у нас вернулась. Показать ее давно не видел. Тоже взвешивается. Стоит, покажись. Не на окно. Во. Теперь тебя не видно. Вот она. Все, садимся наконец-таки кушать. И не надо... Да я уже рассказывала. И мне надо на тренировку идти. Так что всем приятного аппетита. Девочка без кетчупа вообще ничего не может есть. Помидоры, говорю, кушай. Нет? Кетчуп. А у меня вот этот завтрак-обед. Котлетка. Это тефтелька. Картофель. И вот мой салат. И чай зеленый будет. Вот кипяток. Сейчас разбавлю немножко. Я собралась. И иду на тренировку. Как непривычно я иду одна. Я еще ни разу не ходила одна на тренировку. Обычно Варька не идет. И я тоже не иду. Но сейчас у меня как-то... Как-то что-то у меня в последней тренировке перещукнулось. Мои головушки. И я решила, что тренировки очень даже не нужны. Поэтому сегодня иду. Делать ножки свои красивые. Блин. Рюкзак. Не знаю. Я где-то на два плеча все время ношу. На одном. Неудобно. Но я ношу. Вот. И на обратном пути. Заеду мне шампунь пришла. Надо шампуньку забрать новенькую. Завтра что-то попробовать. Хочу уже новый шампунь. Вот. И что еще? И нужно овощей купить. Сейчас сегодня последние помидорки, огурцы. Все. Ничего нет. Заведу немножко овощей и возьму. И сыр надо взять себе. Вот. Пришла я на тренировку. В общем никого нету сегодня. Из девчонок никого нету. В раздевалке вообще пусто. Никто не переодевался. Никого нет. Так что я буду зевать. Одно. Там может мальчишки конечно будут. Но девчонок точно нет. Еще у девочки я занималась. Охереть. Я сегодня все сделала. Я сегодня никуда не торопилась. Час двадцать. Тренировка. Я прямо. У меня ручники трясутся. Не смотрите на мой страшный маникюр. Кстати, я записалась на пятое число. На маникюрчик. Но руки. Вообще. Я сегодня даже сделала. Господи. Мостик. Со штангой. Вообще. Не почувствовала. Я от приседания большие мышцы чувствую ягодичные. От мостика у меня больше ноги. Может что-то неправильно. Но тренер девочки не было. А мужчина сказал. Нам это не надо. Я в это вообще не верю. Что оно работает именно на ягодичные. Мне кажется приседания. Типа больше работает. В общем. Поснимала. Даже сегодня видосик. На штучке. Так что. В тиктоке будут новые видосики. Да и здесь будут новые видосики. Собьюсь воды. Пойду за овощами. И домой. Не Алена еще. Я ухожу. Алена. Мама. Недолго. Хорошо. Хорошо. Дома. Опять помылась. Сил нет. У меня так прям. Сегодня хорошо проработала ягодичную мышцу. Так. Взяла. В магазине. Была в магазине. Взбесил меня парень. Терпеть ненавижу валовых людей. Прям вон так все медленно. Вот знаете. Жизнь хороша, когда пьешь не спеша. И работаешь тоже. Я. Мне надо все быстро-быстро. Я вообще. Я просто помню сама, когда работала кассиром. Мне нужно прям все бегом. Чик-чик-чик. А он. Он. Взял. Курица. Пик. Еще раз посмотрел. Еще раз. И думаю. Блин. Тут. Под затыльник. Ширись. Так. Взяла куриное филе. Это я хочу отварить. Прям чтобы у нас было отваренное. Чтобы не на котлетках на одних. А филе тоже было. Огурчики взяла. Не было на разновес адекватных огурцов. Кстати, не было помидоров черри. Я взяла себе вот такие. Попробовать. Какие-то коричневый кумбат. Или как они называются. В общем, не важно. Творожный сыр. Какой-то новый. Каждый раз пробую новый. Который по акции. Но те были все нормальные. Потом моцарелу себе взяла. Для этих. Для салатиков. Собственно, для салата взяла салат. Айсберг. Взяла авокадо. Все. Такая полезная закупка. Суперски. Потом. Надеюсь, мама меня не убьет. Я не помню, кончился у нее лук или нет. Но у меня кончился. Фиолетовый лук. Чебаты взяла. Это на утро. Хочу подсушивать. И делать как-нибудь бутербродик. Лваша, к сожалению, нет. Потом взяла Алене кофе вот такое. Не знаю, набрала. Ты брала сегодня такой? Нет? Просто говорила, что хочешь такое. Я увидела. Короче, взяла. Может, я тоже выпью. Так. И взяла нут хочу приготовить. Мне попался рецептик. Там столько в нем белка. Так что хочу попробовать приготовить. Надо будет его на ночь замочить. И на завтра уже можно будет приготовить. Пока я выходила, тут мне надо было выйти. Уже практически поели. Я поела. Поела? Молодец. А я сделала себе салат. Помидоры, огурцы, салат и моцарелла. И грею. Куриное филе надо доедать. Тефтелью я не стала на ночь. Это завтра на обед буду есть. Очередовать, кстати, очень прикольно, когда два блюда приготовлены. Можно очередовать. Мне прям это больше нравится, чем когда одно. И тебе надо постоянно одно и то же есть. И у меня есть десерт. Ну вот я его, походу, не буду пока взвешивать. Я уже второй раз взвешиваю. Видите, у меня половинка. Четвертинка. Но это чебата. Он говорит, дырявый. Чебата мне показывает хлебушек. Он говорит, дырявый. А мне наоборот нравится. Его, когда вот утром я завтра буду с этим бутербродом делать, я его подсушу на сковородочке. Он будет такой хрустящий. Можно я скажу? А что я выживите? Да. Я как-то вот так, такая откусываю булочку встала. Вот там, блин, это тесто только по бокам. И просто вот такая дыра, блин. Да, я тоже один раз так с этим делала. У меня была... Просто была очень воздушная. А я сегодня тоже, кстати, на булочку смотрела так. Вот мне почему-то булочку, вот я бы... Мне не то, что прям хочется, но не знаю, это, видимо, еще мозг просит каких-то вкусняшек. Так мне я наедаюсь. Потом перед анкличанкой возмущалась. То, что у нас булочки встало, вы пустые. Пустые. Пустые булки. Я реально такая, прикиньте, Наталья Владимировна, у нас булочки встало. Наталья Владимировна? У нас математичка Наталья Владимировна. Анкличанка. Короче, завтра опять у Алены первого урока нет. Опять я завтра раньше на работу еду. Ну это и хорошо, у нас там есть работы много, так что я хочу даже. Мне папа и так, говорит, ты радуешься, что работу привезли. Я говорю, я радуюсь. Это же наши денюжки. Конечно, радуюсь. Ладно, все, буду кушать, еще чаечек сделаю. Дай всякие поп-песни, не узкоглазые. Так, здрасте, идите, пожалуйста, спать. У меня еще все на столе, я вообще, у меня сил нет. После тренечки хочется лечь уже и спать. Надо идти убирать посуду. Ну что ты делаешь, грязный ремешок? Ален уже у нас спит, так что все спокойно на очередь. Подождите. Ну ладно, всем пока-пока.